Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мы с вами виделись в последний раз Сейчас вспомню в каком году В каком году же это было? Это было в 1900 Точно В 1900 Страшно подумать в каком году А мне кажется Что ты только вчера Пришел ко мне в класс Да Весь лохматый и шнурки вечно развязаны Да, но с тех пор произошли некоторые изменения. А шнурки у меня. По-прежнему все. По-прежнему. Ну, характер, ничего не поделаешь. Ну, как ты поживаешь, а? Да ничего, работаем, работаем, работаем. Мы разъезжаем по городам, повесим. Ты ведь еще в школе начала интересоваться театром. Я, например, до сих пор помню твой дебют в нашумевшем боевике. Забыла, как называлась эта пьеса. А называлась эта пьеса, сейчас помню, как Собаки, собачья смерть. И написал, написала я, знаете кто? Не Шекспир, не Лопе де Вега, а четвертый А-класс. Я так рада. Три, три акта играл собаку. Так рада за тебя. Рада, что ты нашел себя. Рада всей душой. Спасибо, Елена Сергеевна. Ну, что мы все обо мне-то говорим? Вы-то, вы-то как Елена Сергеевна. Я по-прежнему прекрасна. Веду четвертый класс. Это мой любимый возраст. Любимые мои горячие сердца. Есть просто удивительные ребята. Интересные, пытливые, талантливые. Так что все великолепно. Мне комнату новую дали. Да? В двухкомнатной квартире. Просто рай. Как-то произнеслило это слово. Рай не очень весело. Что-то произошло. Я прав. Скажи, откуда в людях хамство? Хамство. Когда оно прекратится? Да. Значит, я прав. Кто вас обидел? Елена Сергеевна. Кто? Директор школы, завуч, управхоз. А может, какие-то милые соседи. 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 Они как-то сразу себя поставили хозяевами квартиры. Они не кричат, не скандалят. Они действуют. Но не в милиции же идти. Не в суд же. Сама я не умею с ними справиться. Да. Хамство. В чистом виде. Да. Не весело, понимаешь. Понимаю. Очень даже понимаю. Елена Сергеевна, как вы меня за бандита приняли. Никогда не забуду. Да. Но я вас провожу, да? Да, я живу вот здесь, в этом доме. Квартира 27. Ну, тем более. Пошли. Да. Музыка. Привет. Ну, ты что ли, Сергеевна, будешь? Сергеева и два звонка. Ну, а мне плевать. Я ведь могу свякнуть и два раза. Могу и по второму разу. Давай, провожай. Давай-давай-давай. А? Давай-давай-давай-давай. Давай хотчей. Хотчей давай, говорю. Ползешь, как черепаха. Чего? Давай-давай-давай-давай-давай. Вот, Сергеева. Так, вот. Так. Так, значит, вы бумажку, что ли, повесили насчет обмена? Да, я. Ну, а мою конурку видела? Мою конуренку-то видела, я беспрашиваю? Видела. Видела, ну вот. Ну, а с Нюркой, с моей сожительницей, с женой, значит, разговор хотя имела? Да. Имела. Такс. Такс, 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 такс. Я бы скажу честно. Сам. Сам бы я. Я бы сам. Это что, не на помойку выходит? Нет? Нет, в садик. В садик это хорошо. Я бы сам. Ни в жизни поменялся бы. Нет. Ну, сама посуди. У меня же там два старых корешка. Понимаешь? Проверенные товарищи. Мы же вместе, мы вместе с ними в одном институте психотерии лежали. Значит, теперь, когда мы вылечились, уже почти, мы запросто завсегда можем на троих сообразить, верно? Это большое удобство. А? Удобства нет, я не спрашиваю. Удобство. Всегда на троих можно. Это большое счастье. Счастье. Во! Я и говорю, счастье. Куда же я свое счастье убегу? Ну? Зачем мне это? Ну, понимаешь, что за кавыка. Понимаешь ты? Мне понимаешь, что... Вот. Что это? А вот что. Мне метры нужны, понимаешь? Метры, метры, метры. Метры. Будь они неладные, метры мне нужны. А зачем мне метры нужны? Почему они мне нужны? А? Соображаешь, нет? Эх ты, Серия, сейчас скажу тебе, сейчас скажу, скажешь. Сейчас, будь они неладные. Понимаешь, семья, брат Сергеевна, растет. Прям не по дням, по часам растет. Ой, старший-то мой, Альбертик-то мой, что ведь отмочил? Что он отмочил, Альбертик? Опять не знаешь, да? Темнота. Хе-хе. Женился он. Женился он, Альбертик, женился, женился, женился. Правда, взял красивую взял, хорошую. Вот. Зачем хаять? Хорошая, красивая, правда. Это верно, красивая. Глазки маленькие, мордово, как арбуз. Вот. Ну и опять же, голосистая. Вот. Это же опять плюс для Альбертик. Плюс нет. Я не спрашиваю. А? Конечно. Конечно, плюс. Вот. Она голосистая. Ну, это, вроде, как сказать, это, Зыкина. Ну, поет. Знаешь, с утра до ночи русские припевки. Дура, дура, дура ты. Дура ты проклятая. У него четыре дуры, а ты дура пятая. Вот. Поет она. Ну, поет. Голоси. Голоси. Что не петь-то? У видишь, она любой красноармейский ансамбль переорет. Вот. Бюст ее большой. Понимаешь, ни одна гимнастерка не влазит. Вот. Она бы запевала у них была. Ну, опять же, они, значит, скорости могут мне с Альбертиком внука отковать. Ну. Правда? Дело-то молодое. Молодое дело я бы и спрашиваю? Конечно. А, молодое дело. Внук пойдет, пеленки. Вторая история. Отцы, детки, садись. Значит, сколько же я насчитал-то этих самых маленьких-то. Дай Бог память. Ай-яй-яй, подожди. Значит, 18 было, так? 18 было, до альбертика было до 18. Потом, значит, пошел этот самый... Другая стена пошла. Без пробочки, правда. Значит, 23, 23, 18, 7 на ум пошло. Так, так, так. Значит, это будет точно 22 квадратных литра. Э-э-э, метра. Правильно, говорю, нет? Правильно. Правильно. Ай, слава Богу, уж как-нибудь. Теперь возьми опять причин номер 2. Видка-то мой, младший мой, а? Ой, малый... Ему седьмой пошел. А-а-а, я была же умница. Игрун! Игрун! Ему место надо, чтобы казаки-разборники. Надо. Ну-а-а. Он же на прошлой неделе что затеял? Он запуск спутника на Марс затеял. Сам себе на голову кастрюлю из паччей напелил. Это у него космонавтский шлем. Давай вокруг себя палить. Знаешь, а... Пух-пух-пух. Чуть весь дом не спалил. Но. Понимаешь, ему простор. Простор нужен. Понимаешь, а... У него развернуться негде. Малышу моему. Вот, а у вас? А-а-а. Здесь-я. А у вас? А-а-а. Вышел в коридор. Жги что хочешь. Ну. Зачем его в своему комнату поджигать? Ну. В коридор вышел. Жги. Нравится, не нравится. Что попало. Вот. Хе-хе. И все. Раз. Да. Ну. Это для меня плюс, нет? Плюс, плюс. Не волнуйтесь. Пусть поджигает. Пусть поджигает. Конечно же мальчик. Может, он потом пожарником будет. Ну. Ладно, так и быть. Уговорили. Так и быть. Ладно, меняюсь. Хорошо. Так и быть. Дина же не пропадала. А это что? Тут у вас коммунальные условия, да? Да. Я не представляю. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Бум-меняться. Бум. Харитон. Там бандит какой-то. Прям хунвибин. Пришел по обмену с соседкой. Ну, беги, поди. Ну, может, можно как-то воспрепятствовать. Вот тут я сундук поставлю. Вот. У мамы моей сундучок есть. Тонна на полторы. Вот тут мы его и поставим. Пусть на нем мама спит. Вот. Сейчас она у сестры. Поехала к сестре. Сейчас у сестры. От сестры приедет прямо сюда, на сундучок. Вот. Маму себе из Смоленской области выпишу. А за ней папашу единоутробного. Вот. Что я, по-вашему, своей папаши-мамаши борща в тарелку не налью? Ну? Или пельмени? Ну? Я беспрашиваю. Вот. Правильно говорю? Едем борща, а не за детьми присмотреть. А? Конечно, конечно, святое дело. Святое дело? Это же родители мои. Ну, вот. На, тут встанет он. Сундучок. Встанет сундучишка. На двухспальне у нас. Ничего. Ну, уж вам придется уж по стеночке, так уж по стеночке уже, по стеночке уже. Ну, ничего, не графья. Правильно я говорю? Вот. Ничего, как-нибудь протиснитесь. Ну, давай, дальше смотреть, что у вас тут. Так. Текст, текст, текст. А вот здесь у нас еще один маленький коридорчик. Ага. Перед ванной. И где, и где? Во, во, во. Ага, ага, ага. Так, 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 так. Так, 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 так. Вижу, 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 вижу. Усё вижу. Так. Минуточку. Стой. Скажу тебе, как честно, как своей. Есть у меня золотая старуха, брательник. Баба. Выпивуха он, понимаешь? Он алкоголик. Вот. И вот положа руку на сердце, я тебе скажу, как он под зашибется, так, так, сейчас поначем ко мне стушится, понимаешь? Прям ломится, понимаешь? Ну, а. Ему неохота вот резвил сидеть, понимаешь? Он и колотится. Комната маленькая. У меня куряч, его с собой не положишь, верно? А здесь, вот. Вот я ему кину на пол какой-нибудь там, не твое, нет? Нет. Какой-нибудь одеял. Ай, 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 ай. Отпущай, он лежит себе здесь в горе руки. Вот. Пусть сейчас спит на здоровье. Ну, и пускай продрыхается, опять тихий будет. Он только в пьяном виде скандалит. Могу я сказать, всех перережу, всех перережу. Кого перережет, кого и чем? У него ножичек-то, нулевой номер, вот такусенький. Вот. Ну, только огурчики нарезать, помидорчики для закуски. Всем кровь, пущу! Ой, пугает только, пугает. Он тихий парень, скромный. Ну, по пьяной лавочке чего не бывает, конечно. Ну, там прирежет кого, там порежет. Ну, так немного, одного-двух, не больше. А свое отсидеть, опять тихий, опять скромный. А вот здесь у нас ванна. Так. Иди, 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 иди. Текст, 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 текст. Ага, вижу, 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 вижу. Ну, что же, ванна хорошая, емкая, текст. Ванна глубокая. А мы ей на зиму огурцы засолим. Пока. Ну, закусон для брательника. Родная кровь, брательник. Не скотин все-таки. А мыться где? Мыться. Не дворяне. Мыться на кухне будете. Вот. Ну, а на 1 мая, под Новый год, пожалуйте, в баньку. Ежели приспичит, конечно, кому. А твоя кухня здесь. А где он, твой столик-то, где говоришь? Ай, нет, у меня столика. Как нет? Соседи его выставили. Соседи? Говорят, два стола тесно. Ах, Воника. Два стола тесно. Интересно. Это какие такие соседи? А? Это что? Это что ли, да? Буржуи недорезанные? Слышь ты, чертова кукла. Слышь, вот погоди, только Нюрка сюда приедет. Ой, она без живоглазки твоей поросячьи выцарапает. Слышь ты, заплатишь горькими слезами, если что ей поперек характера, пикнешь. Слышь ты, Бриджит Бордо, она тебя в голом виде в Африку пустит гулять. Но, 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 но. В конце концов, я попросил бы. Попросил бы, получай. Вот. Ну, глотай. Я подожду. Так, упала. Что? В лоб захотел, старый таракан, да? Я бы вылезну. Хе-хе-хе-хе. Пусть я четвертый раз в 15 суток отсижу, но я бы вылезну. А я меняться не хотел. Да я из принципа переменюсь. Понял, нет? Из принципа. Павушка, бум, меняться. Бум, 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 бум. Пиши заявление. У меня душа горит на этих подлецов. Утречком я приду. Я бы ожидаю. До свидания. Будь здоров. Так. Ну, а здесь пеленки будут висеть моими внуками подписанные. Вот. Кому же мокрым-то хочет сходить? Ну? Я бы спрашиваю. Ты сам-то вспомни свое детство золотое. Ну? Вспомнишь? Нет? Ну вот. Вот так. Пошли. Давай. Вот так. Тик-тик-тик-тик. Тут, значит, младший будет все поджигать. Тут, значит, Альберт мой будет жить так. Тут святое дело. Пап с мамой. Родители. Тут из-за... Будет мой брательник с таким ножичком. Тут я корык подвешу. Тут мациклет. Там у ванны будет солененькие огурчики. А здесь что? А, здесь картошка. Ничего. Я дам вам жить еще. Вот так вот. Ой, господа и дамы. Мы же с вами не попрощавшие. Ой, что это вам случившие? Что-то в лице переменившие. Не как вы заболевшие. Ну? Будь здоров. Не кашляй. Можно вас на минуточку? Прошу. Прошу. Пожалуйста. Потому что мешает. А это все вам. Все. Вот. Но в самом деле зачем? Зачем вам тесниться в своей комнате? Ведь есть же место. Вот. И удобно. И бесплатно. И красиво. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вам спасибо всем за внимание Расставаться приходит срок И позвольте теперь на прощание Подвести, так сказать, итог Всеми возрастами правит, окрыляет наши чувства Волшебная сила искусства Всеми возрастами правит, окрыляет наши чувства Волшебная сила искусства Волшебная сила искусства